Так, всем доброго времени суток и сегодня хотелось бы вам рассказать об препарате таком как Лазалван и о том, как нас вводят в заблуждение производители фармакологических этих самых-то препаратов. Вот, я как-то вот кашлял, приболел, значит, немножечко и задался вопросом, что надо же как-то, ну, таблеточки прикупить какие-то от кашля. Вот, и увидел по телевизору рекламу Лазалвана. Немножко погуглив в интернете, оказалось, что Лазалван, вот, скажем так, есть у него аналоги. Точнее, не аналоги, а то же самое вещество, но под другим названием и стоит оно гораздо дешевле. К примеру, Лазалван упаковка стоит, по-моему, 20 таблеток по 30 миллиграмм, около 3 долларов, что-то где-то в этом диапазоне. Вот, и другой препарат, точно такой же, стоит менее одного доллара, то есть вообще полбакса, 50 центов. Вот, действующее химическое вещество, кстати, у Лазалвана это амбраксол. И другой препарат, он так, кстати, и называется, амбраксол. Вот, и это один из примеров, как нас в заблуждение вводят только на одном препарате, а таких препаратов в аптеке целая куча. Амбраксол, кстати, производит наш отечественный производитель, а Лазалван типа немецкий. Вот, ну, понятное дело, что делают из нашего сырья все. Вот, и, собственно, типа из-за торговой марки, из-за того, что типа немецкий, там продают его в 10 раз дороже, чем наш отечественный амбраксол. Вот, при том, что химическое вещество одно и то же, даже такое же количество таблеток, такая же концентрация в миллиграммах, то есть тоже таблетки по 30 миллиграмм, два блистера по 10 таблеток. Вот, вот так вот на нас наживаются. И хотелось бы еще сказать по поводу этого самого. Есть такое обезболивающее, ибупрофен, кстати говоря, и есть его типа тоже аналоги, нурофен. Нурофен и еще какой-то, по-моему, препарат был, тоже типа немецкий, который стоит в 10 раз дороже, причем действующее химическое вещество там одно и то же, тоже. Ибупрофен, что там, что там. Вот, при том, что отечественное так и называется тоже, ибупрофен, то есть, чего вы думаете, действующее вещество ибупрофен так и называется, собственно. И тот же нурофен, допустим, стоит около 80 гривен, тоже где-то порядка 3 долларов за упаковку, при том, что там всего 10 таблеток со стандартной, кстати, со стандартным количеством миллиграммов на таблетку, 200 миллиграмм. Отечественный ибупрофен стоит всего 1 доллар. 1 доллар всего лишь. Вот. И он также имеет дозировку в 200 миллиграмм. То есть, зачем платить, блин, больше, покупать какие-то там типа немецкие. Вот. И я не понимаю, люди, может, как бы некоторые и скептически относятся к этому, но, блин, как вообще одно и то же вещество может быть лучше где-то в какой-то другой упаковке, марке типа под торговым названием какие-то другим будут продаваться. Это абсолютно не важно. То есть, действующее химическое вещество одно и то же. Вот. Принцип действия его никак не меняется. И я уверен, что все делается из одного сырья в наших странах. Вот. Ну, поскольку этот препарат делается по лицензии какого-то другого там, какой-то другой фирмы и, соответственно, стоит дороже, а это наш отечественный. И, собственно, зачем платить больше, если можно сэкономить и купить тот же самый препарат с такими же характеристиками. Так что такое вот у нас сегодня короткое видео было. Кому полезно, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии, спрашиваем, может, еще что-нибудь найду. Вот. Погляжу в интернете, что там да как. Так что вот такие вот делишки. Всем спасибо. Пока.